всем привет с вами вульф и сегодня в великих альбомах диск австрийской диска группы супер мэкс под названием world of today выпущенный в 1977 году ну что ж я продолжаю тему диска из 70-х начатой мной программы одиди джексон одной из самых ярких представителей того времени времени когда диска играли живые музыканты и на реальных инструментах тогда еще не существовало навороченных компьютеров еще не знали что такое сэмплы и в танцевальной музыке можно было услышать гитарные и органные соло сейчас мало кто наверное знает а тем более и понимает что диска свое время было настолько значительной силой хотя это было и небольшое время но тогдашнее превосходство англо-американцев чартах просто рухнуло и музыкальный мир завоевали из европы а главным завоевателем конечно же была германия именно туда и перебрался из соседней австрии и наш подопечный а именно курт хаунштейн так как своей стране он просто не мог воплотить свои идеи идеи были просто бомбезными во всяком случае он наверное один из первых белых кто смог воплотить своей музыке то что в основном было присуще темнокожему творчеству а именно это фанк соул регги джаз африканские мотивы ну и конечно же диска в общем как по мне группа им создана в середине 70-х под названием супер мэкс стал одним из первых прародителей нового потом феномена последствий называемым евродиска который на многие годы стал определяющим в шоу-бизнесе на же альбом world of today стал вторым по счету курта именно он стал определяющим творчестве супер макса и наверное я вряд ли ошибусь назвал его лучшим большой дискографии этой уникальной группы до этого вышел также классный альбом под названием don't stop the music но в отличие от второго он был почти не замечен появившийся в 1976 он был настолько необычен что оказался просто никому не нужен и было продано всего 1500 экземпляров это уже потом после всеобщего успеха world of today он был снова переиздан и нашел наконец-то благодарную публику которая считала его потом ненамного хуже второго также его потом хорошим продажам стала реклама от самой группы супер макс которая на своем конверте world of today прям указывала на это если вы хорошо рассмотрите обложку то увидите справа афишный киоск обклеенный плакатом рекламой первого альбома супер макса так впоследствии и получилось что второй диск разрекламировал первый и открыл тому широкую дорогу публики но если первый don't stop the music был чисто дискотечным перемешку с регги то второй world of today это такой себе сплав всего что было и впоследствии как я уже сказал ранее он получил статус уникального уникального настолько что одно время он попадал в разные чарты soul диска и даже рок просто его больше определяли именно в диска так как стиль был тогда очень популярен и супер макс принципе ничего против этого и не имел курту вообще было все равно во всяком случае он никогда не делал коммерческую музыку а делал ту что нравилось именно ему это что второй альбом стал таки популярным для самого курта стало очень неожиданным конечно это получилось все благодаря хиту под названием лау мужчин которая буквально захватила весь мир своим завораживающим и медиативным ритмом заставляя трясти головой как при классном металлическом рифе и только изредка сплыв неких инструментальных вставок дают привести дыхание после чего вы опять отправляетесь мир диска грез остальные вещи также получились под стать лау машин во всяком случае первое открывающее в стиле фанк одноименное world of today как нож врезалась своими гитарными аккордами не давая опомниться там уже и тексты самой песни поражали не меньше чем музыка вот например некоторые строчки из этой вещи мама на кухне готовит классный хлеб папа в гостиной газета уже дочитана малыш своей люльки обоссаны уже давно я все гадаю не сдохли этот мир мама's in the kitchen baking funky bread папа's in the living room the newspaper already read baby lying in a bed in dumb pistol on his legs да тогда музыка будучи танцевальной и в основном коммерческой не скатывалась как сейчас типа я тебя люблю а ты не любишь меня тогда даже поп-идолы старались в своих текстах выразить некий протест или показать посредством творчества социальные какие-то проблемы свое время курта даже называли белым бобом марли который как и его ямайский коллега затрагивал текстах проблемы лицемерия современного общества но только больше применяя при этом дискотечный ритм та же песня в этом ямайском стиле под названием камбело это типичная зарисовка с родины марли и сам курт изображает о ней некого старика для которого одна радость в жизни это раскуренный косячок раздаман камбело life make him feel low so he's it and he's done smoke his way of life is no joke sit down here smoke his fire smoke one more make him higher what's that become him put out in smoke police to come and give остальные песни не отставали и были также в том же духе такие вещи типа я хочу быть свободным i wanna be free и будь собой be what you are которое вообще получилось почти чисто в роковом стиле при этом опять нам показывая что супер макс это уникальный для своего времени проект потому что курт игравший на половине инструментов которые слышны на диске и спевший большую половину вокальных партий никогда не зацикливался на чем-то одном это что мы вдруг слышим урок после танцевальной музыки это потом все и доказывала и и и и и и Короче говоря, сейчас очень трудно говорить об этом, а еще сложнее передать те эмоции после прослушивания этого необычного опуса. Так что, кто еще не слышал этот уникальный альбом, быстрее приобщайтесь. Такого, что делал Курт и Ко в 70-х, не смог повторить уже никто. А на этом у меня пока все. С вами был, как всегда, Вульф и слушайте, конечно же, классную музыку. Всем пока и до новых великих альбомов. Субтитры сделал DimaTorzok